Автошкола Автокурс Плюс Автошкола Автокурс В Подмосковье власти намереваются пешеходов заставить иметь в темное время суток на верхней одежде специальные светоотражающие стикеры, так называемые фликеры, причем в обязательном порядке. С подобным предложением представители Центра безопасности дорожного движения по Московской области обратились в дирекцию столичного транспортного узла. Чиновники уверены, что наличие на одежде пешехода светоотражающих элементов поможет автомобилистам в темноте увидеть переходящего через дорогу человека и вовремя притормозить на зебре. Данное нововведение предлагают также прописать и в правилах дорожного движения. Будет ли с приходом темноты на улицах Подмосковья наблюдаться массовое свечение? Пока под вопросом, поживем увидим. Ну а мы на Пушкинском телевидении продолжаем проливать свет на события из жизни нашего города и района, чтобы вы всегда были в курсе происходящего. Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения, информационная программа «Наши новости» и я, Лидия Михалева. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Пора исправлять ошибки. Свежие новости с городской планерки. Смена подошла к концу. Гендиректор Мособлгаза встретился с ребятами из лагеря «Салют». Ради жизни, а не победы, пушкинские волонтеры номинированы на премию губернатора. А теперь об этом в другом более подробно. Утро среды для администрации города и района выдалось насыщенным. В Доме культуры Андрей Кузьминков зачитал жителям лекцию о развитии нашего района. Причем на этот раз в зале сидели не просто обыватели, а работники правоохранительных органов. Не стоит забывать, что помимо охраны общественного порядка, у сотрудников полиции есть и другие обязанности, в том числе и бытовые. Их, как и всех нас, тоже беспокоят очередь в детские сады и проблемы с медициной. Поэтому доклад главы района вызвал повышенный интерес. Программа Андрея Воробьева активно набирает ход. Изменения начнутся совсем скоро. Осталось лишь немного подождать. В 2013 году будет построен детский сад на 160 мест, и он уже строится, его можно увидеть в интернете. То есть на каждой строительной площадке стоит веб-камера. В этом году будет построен детский сад в поселке Зеленоградский на 120 мест. И максимальное количество строительных работ будет сделано на детском саду в городе Пушкино по проспекту Разина на 240 мест. Параллельно с докладом Андрея Кузьменкова в городской администрации проходила еженедельная планерка. В отличие от районных, проблемы здесь более чем насущные. И решать их надо уже сейчас. А дальше все по всеми. Ваш номер суток, номер телефона, ходить, не ходить, в общем, вопрос и так далее. Я вчера подходил в Бермуде, наоборот, наоборот, чтобы будет большое время у нас с обратными домами. Все отводы автомобилей и дороги должны согласовываться. Они постоянно роют у нас проезжую часть. Сейчас еду по автодороге Савандеев, которая через Зеленую Рощу, Гургас опять перекопал, там была бочина. Будем принимать меры тогда административного воздействия, если не понимаете. Потому что это безопасность дорожного движения. Вы с нами не согласовываете. Опять, это же беда всех поселений в районах. Вот это все несогласование ведет к тому, что, конечно, ничего не восстанавливается. Готовится договор подряда. Нет, ну нам-то что делать? Что населению, людям, кто ездит? Что нам делать? Теперь проблемы водоканала, он разрушен и брустничает. Что нам делать? Водоканал восстановят на следующей неделе. Я еще раз говорю, водоканал должен после разрытия восстанавливаться через 10 суток. А уже прошло на некоторых объектах по полтора года. По поводу ремонта улиц с добавлением материала, а именно крошки. На данный момент данного материала у нас в наличии нет. Вам предлагают его, конечно, купить. Ну, скажем так, достаточных средств для этого пока тоже нет. Если вы до конца недели не наведете в порядке, я понимаю, там какие-то деньги мы вам должны. Но мы вам предписание уже вносили, значит, а претензии подготовим, а страхуем, а что делать? Как-то двигаться надо, я понимаю, что не то, что он сказал и говорит, вот вы в течение недели ничего не делаете. Вы уже не делаете в течение полутора месяцев. Поэтому давайте вперед двигаться, нельзя так работать. В рамках программы временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наши Подмосковье. Приоритеты развития» в лагере «Салют» была организована первая социальная смена для детей Подмосковья. Организатором выступило предприятие «Мособлгаз». Сегодня смена подошла к концу. Чтобы посетить праздничные мероприятия, пообщаться с ребятами и узнать об их впечатлениях, в лагерь приехал генеральный директор «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. Там побывала и наша съемочная группа. Программа «Олимпийские новости». Призрочный выпуск. Скажите, пожалуйста, как часто вы посещаете детскому игре? Ну, к сожалению, не очень часто. Надо признаться, к сожалению, не часто. За это лет это мой первый раз. Дети друг с другом познакомятся, обретут друзей, получат положительные эмоции, будут заниматься спортом, будут развивать новые таланты, навыки. Здесь мы видели педагогов абсолютно разного профиля, начиная от спортивных педагогов, заканчивая волонтерами, которые приехали из Колумбии, учат детей английскому языку. Это, по-моему, прекрасно. И что может быть лучше? Который делает подзвучку, помогает, на самом деле, празднести до детей, что... Мособлгаз не может оставаться в стороне от таких важных дел, от таких важных задач. И мы организовали четыре смены в этом пионерлагере, куда пригласили детей со всего Подмосковья. И еще одна новость, которая касается не только нашего района, но и области в целом. Пушкинские организаторы донорских акций стали номинантами на премию губернатора. Нашему корреспонденту Анастасии Спириной удалось встретиться с одним из волонтеров, Юрием Маркиным, который рассказал, что акция затевалась ради спасения жизни. И то, что она попала под премию губернатора, стало для него полной неожиданностью. Мы не надеялись даже, что это будет у нас такая постоянная работа, можно сказать. Да, что мы будем каждый год проводить акции. Хотели хотя бы один раз провести, но оказалось, что... Многие потом спрашивали, а когда следующие акции? Пришлось уже проводить на следующий год, и теперь мы надеемся раз в полгода проводить их. Отделения не эту кровь непосредственно получают. Они получают квоту на тот объем крови, который мы на этой акции собрали. И если... Когда какие-то проблемы с кровью, то в первую очередь, конечно, кровь уходит в роддома, в детские отделения, в ожоговые центры. И если у этого отделения есть такая квота, то тогда остальные не стоят в очереди и не ждут. То есть отделение может воспользоваться этой квотой, а общий запас крови распределяется между всеми остальными. Сейчас вот планируем... Когда мы первую акцию проводили, у нас пришел мальчик с папой. И папа рассказал, что они увидели объявление в детской поликлинике, увидели тех деток, которые в тот момент находились на лечении, и которым нужна была кровь, и переливание постоянно. И папа спросил, папа, я могу сдать кровь? Папа говорит, нет. А ты можешь? Могу, я сдам кровь. Вот они пришли, сдали кровь. Очень, конечно, это было так нашим словам. Наши судьбы, наши доброты, весь день есть. Премия является ежегодной. И для чего она сделана? Чтобы поднять уровень информированности населения и люди даже по тому, как благоустраивается наша Подмосковья. То есть девиз у исполняющей обязанности губернатора Андрея Воробьева такой «Благоустроим наше Подмосковье». И должны не кто-то прийти благоустроить, а что это должно идти от сердца, от каждого. И это премия ежегодная, и у нас такой проект попал во имя человека. Вы не можете на них сказывать? Если слово «донорство» разобрать, это вот за слово «donation» английского – это «дар». Получается, что действительно дар. Человек дарит частичку себя другим людям, спасая чьи-то жизни. И, в общем, такая идея, она объединяет. Человек, который сдал кровь, он выходит уже героем небольшим, в глазах самого. Самого себя растет. Ну и идея такая, что люди как-то единятся. Мало себя растет. Ну и идея такая, что люди как-то едят. Ну и в завершении выпуска, как всегда, немножечко о красоте и здоровье. Телевизор уже давно принято считать одним из главных виновников человеческого ожирения. Однако недавние исследования, проведенные австралийскими учеными-психологами, доказывают, что домоседы, проводящие много времени перед голубым экраном, могут не только не ополнять, но и терять вес. Впрочем, для достижения положительного эффекта важен один нюанс. Телевизор должен быть неисправен. Как показали эксперименты, если долго смотреть на помехи мерцающего экрана, чувство голода притупляется, и человек переключается с мыслей о еде на что-то другое. Ученые полагают, что этот простой метод поможет похудеть миллионам людей. Действительно, казалось бы, что проще, смотри на мерцающие экраны худей. Вот только у этого способа есть один серьезный побочный эффект. Ухудшение зрения, о чем австралийские ученые почему-то предпочли умолчать. Ну а мы желаем вам в погоне за стройной фигурой обращаться все-таки к более традиционным и безопасным методам. И, кстати, если вдруг у вас когда-нибудь все-таки сломается телевизор, вы всегда можете увидеть нас в интернете на нашем сайте www.pushkinodefistv.ru Будьте всегда в курсе происходящего и, конечно же, оставайтесь красивыми и здоровыми. На этом у меня все. Я, Лидия Михайлева, с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До свидания. Как стать водителем, если нет времени? Теперь получить права стало проще. Автошкола Автокурс Плюс набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас и получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok